Здравствуйте! Я сегодня ходила в поликлинику зубную, и там столкнулась с очень неприятным таким фактом. Человеку просто стало плохо в поликлинике. И вы знаете, даже не оказалось в поликлинике нужных средств, чтобы оказать человеку непосильную помощь. У меня, как всегда, в аптечке с собой, в сумочке, было лекарство. Это не нейтрогелетерин. Я, конечно, оказалась человеку. Я думаю, что каждый из вас в жизни хоть одному человеку доказал помощь. Поэтому я хочу призвать, что нужно обязательно здоровым, больным людям всегда иметь 8 простых рекордов, которые должны лежать в сумочке и носить всегда с собой. Сейчас я вам просто расскажу, какие я 8 рекордов ношу всегда с собой. Начнем с парацетамола. Это универсальное средство. Вот парацетамол, он стоит от 7 рублей и немножко выше. Это самое популярное лекарственное средство в мире. На его основе выпущено несколько таких десятков лекарств. Это панадол, лекаралган. Парацетамол оказывает обезболивающий эффект. Снимает головную боль, зубную боль. Гупрофин, который стоит 10 рублей, обладает, конечно, лучшим обезболивающим эффектом, чем вот этот парацетамол. И признается в качестве второго порядка после парацетамола для лечения жара у детей, ну и взрослых, и там и подростки. Но на первом месте, вот, я считаю, что стоит этот парацетамол, так как он более эффективен. Второй препарат. Это лоперамид от диареи. Он стоит от 15 рублей. По эффективности абсолютно не уступает эмодиуму. Вот, зато в несколько раз он дешевле, вот, и приняв его, вот, 4 миллиграмма во время острого острого диареи, а затем 2 миллиграмма после стула, и все у вас будет в порядке. Следующий аппарат, это диазолин. Это от аллергии, он стоит где-то около 50 рублей, чуть-чуть и выше. Сейчас весна, люди будут страдать от цветения деревьев и кустарников, и он не хуже действует популярного вот элиуса. Является одним из антиистаминных препаратов, оказывает противоаллергическое состояние, которое сопутствует все эти вот действия аллергиков, снимает боли на животе и зуд. Это немаловажно. Поэтому противопоказаний этому аппарату практически нет. Следующий аппарат, который должен у каждого быть, это успокоительная, это наша валерьянка, которая стоит очень дешево, от 10 рублей. Это старая, добрая валерьянка, которая дает стабильный, вот, седативный эффект. Я думаю, что у каждой аптечки он должен быть, и с собой можно носить именно маленькие таблеточки, как вот у меня в аптечке есть. И в сердце, конечно же, снимает нитроглицерин. Он стоит 40 рублей. Он не только является мощным средством, но и успокаивает сердечную боль. Повышенное давление. Папазол. Он стоит от 15 рублей. Основным показанием к применению этого препарата папазола является, конечно, ипирдоническая болезнь и стенокардия. Папазол принимают ум в одной таблетке 2-3 раза в день. И поверьте, очень даже хорошо помогает. Отравление. Это, конечно, наш уголь активированный. Он стоит 7 рублей. Самый популярный в мире. Сорбент. Вот. Ассорбирует яды и токсины в организме, и в желудочно-кишечном тракте. И завершающий. Это спазмолитик дротаверин. Он стоит 10 рублей у нас, не больше. Какой же такой, скажите, дротаверин? Подумайте. Да это же та самая ножка, которая стоит 50 рублей. Только без всяких накруток. Вот. Если есть спазмы какие, живота, достаточно принять 1-2 таблеточки, и все у вас будет в порядке. Эти лекарства, я вам рассказала, предназначены для здоровых людей, которые не страдают серьезными хроническими, конечно, заболеваниями. Кто страдает хроническими заболеваниями, конечно, должен составить свой список, но этот, он должен быть обязательным.